Пожалуйста, поднимите руки те, кто меня знают. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спасибо. Те, кто меня не знают, потому что так очень трудно. Примерно две трети не знают, одна треть знают. Ну вот. В этих условиях начнем. Те, кто знают, знают много. И фильмы, и передачи многолетние, да? И то, что я выступаю по всему миру, и то, что у меня есть несколько идей, которые я очень хотел бы, пока я жив на планете Земля, реализовать. Но начну вот с чего. Вы, конечно, все помните фильмы Гайдая. Смешные, остроумные, веселые, радостные, с музыкой зацепенно. Началось все с балбеса, труса и бывалого. Пошло дальше операции и другие приключения Шурика, бриллиантовая рука и так далее. А знаете ли вы, что каждый фильм Гайдая проходил на массовый экран с огромным трудом? Практически до последнего момента решалось, быть или не быть. Вы сегодня, в 21 веке, скажете, а что там опасного было для советской власти? Что там Гайдая такого наговорил, когда вся страна смеялась? Возьмем только один фрагмент из одного фильма. Операции рыбы и другие приключения Шурика. Вы помните, как Шурик, как студент, работает на стройке. И туда же, на эту же стройку, попадает Баркунов. Вот пьяница, дипошир, и там же гениальный Пуговкин, который пытается образумить этого дипошира. Дипошир не управляет. Никакой Пуговкин не может ничем помочь. Шурик — это вообще вечный раб, потому что он как бы представляет собой такую молодую российскую советскую интеллигенцию. Он интеллигент в очках. Но чтобы выжить, он должен работать. А этот парень, потому что он криминальный элемент. И теперь вспомните роль Пуговкина. Кто такой Пуговкин? На что пародия? А эта пародия над очень именем названа «Наш форум». Наставничество. То есть вот этот абсолютно неумелый, неумный, смехотворный Пуговкин, не понимая даже, с кем он говорит чисто психологически, ведет себя абсолютно возвышенно, восторженно восхваляя все вокруг. И помните, что от него наставничество остается у героя Маргунова. Ну давай, продолжай, как космические корабли бороздят большой театр. Вот в этой фразе уже была скрыта такая излевка над наставничеством, над советскими коммунистическими наставниками. Ведь в чем суть и смысл? Слово «наставник» не существует ни в одном языке. Это наше слово. Оно родилось когда? В коммунистические времена, когда нужно было вот эту необразованную молодежь наставить в социалистическом духе. Объяснить, что он должен не просто работать, но работать на благо социалистического отечества. Что его вклад должен быть именно таким, чтобы отечество крепло, и, наконец, в результате действия подобных детей под руководством наставников мы построим коммунизм. И вот тут-то и заключается интересная штука. Раз в русском языке есть такое понятие «наставник», наверное, оно должно быть наполнено каким-то определенным содержанием. Если сегодня наставник будет рассказывать всем детям или молодым рабочим о том, что они должны работать на благо великой страны, это не прозвучит. Поверьте, как бы вы ни старались, сколько бы ни писали газеты, сколько бы телевизор об этом ни говорил. Нет. Они должны прежде всего, прежде всего, работать на благо себя, своей семьи, своих детей, своих внуков, своих близких, своих знакомых. То есть, понимаете, в чем дело? Мы очень много поколений теряли ощущение, ради чего мы работали. Работать на абстрактное государство. А где наши налоги? А где наши дороги? А где наши больницы настоящие, которые бесплатно делают самые роскошные операции, куда вы можете в любой момент обратиться? А где те школы, в которые мы отдаем наших детей с шести лет, умных, тонких, домашних, молочных, любимых, отдаем на десять лет по шесть часов в день. А что мы получаем на выходе? 58 миллионов просмотров Глеба Голубина, или так называемого фараона. У нас в стране сейчас, вся страна разделилась на два группы. Одна из них родители, которые даже не знают, кто такой фараон, а другая девочки, их девочки, их дети, без вторичных еще половых пристыков, которые слушают каждую песню фараона. И эти 58 миллионов победили всю систему скрепов, всю систему религии, всю систему школ и все. Потому что каждая девочка, прослушившая фараона, это удар плеткой по спине директора школы, священника, учителя мировой художественной культуры, учителя музыки системы Кабалевского и всего. Потому что самая главная песня. Сегодня девочки знают, не я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. Сегодня наши девочки знают, не четыре ноты, я люблю вас, я люблю вас, Ольга. Сегодня девочки знают песню, на память стих, который я осмелюсь процитировать, только несколько первых слов. Пять минут назад я трахнул суху в Мерседесе. 58 миллионов просмотром, причем комментарии идут от девочек в возрасте от 8 до 15-16 лет. Это круг его поклонниц. Он, Глеб Голубин, спокойно разъезжает по нашей стране, по городам-миллионерам. Цена билета – тысяча рублей, которая девочка, восьмилетняя, без вторичных половых признаков, повторяю, десятилетняя, должна забрать каким-то образом в своих родителей или сэкономить на сигаретах. Я разговаривал с корреспондентом, которая ездила за Глебом. Она рассказала такое, что я после этого никому не поверю, сколько бы они ни говорили красивых слов. Потому что на самом деле подлинный властитель душ целых поколений Глеб Голубин и никто другой, ну и такие же, как он, рэперы и все прочее. Так вот, я хочу вам сегодня сказать. Сегодня наставником, наставником может быть человек, обладающим прежде всего только определенными качествами. Это не работа высокими фразами. Это потому, что космические корабли не бороздят Большой театр. В Большой театр не попасть. Это месячная пенсия на галерку за билет. Значит, Большой театр отменяется, никто ничего не бороздит. Космические корабли в последнее время начали падать. Поэтому пока нужно с космическими кораблями быть очень осторожным. То есть вся гайдаевская идея сегодня отменяется напрочь. А что нужно? Через что мы можем поднять дух целого поколения молодежи? Научить их работать радостно и гармонично? Только одно. Давайте ответим на простой вопрос, который у меня в книгах «Тайны гениев», и детской книги «Буравчик в стране света», которые бесконечно издаются, 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 поток не прекращается, печатный станок работы. Значит, все-таки есть в стране какое-то количество людей, для которых мои книги очень важны, и которые передают их читать другим, и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, по сути, все, что, чем, там есть вот «Буравчик», такая мысль, чем человек принципиально отличается от животного? И ответ на этот вопрос простой. Только они, вот не десятью фактами и компонентами, не тем, что мы используем орудие труда по Эллингельсу. Орудие труда использует огромное количество животных, которым это необходимо. В чем смысл несчастья человека? В том, что у нас забрали когти, забрали искусственные, естественные природные шубы, забрали мускулы, забрали скорость гепарда, забрали все возможности. Мы можем поднять вес только на две десятых или одну пятую собственного веса, в то время как бурави, сами знаете, что может, и любое животное, оно сильнее нас. У них есть все. У нас забрали все, а взамен дали разум, который создает для охоты искусственные когти, искусственную шерсть, искусственную перлогу, то есть построенную разумом. И что? Разум нужен только для того же, для чего нужны когти, шубы и мускулы всем животным, всему животному миру. Но какая-то идея у Творца была, какой-то замысел, отличие был, и вот я сейчас осмелюсь сформулировать единственное отличие человека от всего живого. Красота. Способность постигать гармонию и красоту в мире. Любое животное в виде дерева определяет дерево с точки зрения пользы. Любой медведь, любой муравей, который видит дерево, любой обезьян, каждый видел, как защиту, как муравейник, как путь, как мед, и так далее, и так далее. Так вот, мы единственное существо, с которыми произведен эксперимент. Мы можем, посмотрев на дерево, сказать, «Дерево красиво». Эта красота не применима ни к каким качествам дерева, даже к отопительной системе. В данном случае мы наблюдаем закат или восход на фоне листьев дерева. Наши художники-импрессионисты создают ощущение воздуха и духа. Великие композиторы отражают вселенские тайны через абсолютные гармонии, которые помогают нобелевским лауреатам совершать открытия. Оказывается, все и главное, что у нас есть, это то, чему мы придаем минимальное значение и то, что играет минимальную роль. Это искусство, культура и дух. Что такое культура? Есть два перевода. Первый перевод это «ра», это бог солнца и света у древних египтян. Он же «ра» у индусов. В русском языке, который имеет праинные европейские горни, этот слог «ра» является самым важным, когда речь идет о радости, осилии. Ура! Рассвет! Радость! То есть, именно все, что связано со светом, светом души, отражается в слоге «ра», который идет еще из праинной европейской и египетской культуры – поклонения богу солнца. Таким образом, культура – это культ, то есть поклонение, а «ра» – это свет. Значит, есть два варианта. Можно поклоняться свету и можно поклоняться тьме. Если ты не поклоняешься свету, ты мракобес, потому что твоя атмосфера обитания – мрак, абсолютный мрак, неведения, недумания, логического знания, ни красоты, ни гармонии. Ты поклоняешься мистическим мрачным силам, которые ты не видел, не слышал, не чувствовал, с которыми не разговаривал и которые не свидетельствуют о том, что они позитивны, потому что мир все время воюет, убивает, нищета, грязь, голод, мерзость, запустение и так далее. В каком случае это происходит? В том случае, когда нет поклонения свету. А свет – это гармония, космическая гармония, вселенская гармония. Если не будет вовремя эффекта Моцарта, то будет эффект Глеба Голубина Фараона. Пять минут назад я тратнул суку в Мерседесе. То есть выбора не дано. Все наши дети уйдут, уже ушли от нас. Сколько бы мы не декларировали единства, и ушли в очень простую физиологию. Почему? Попробую здесь ответить на вопрос. Есть замечательная притча. Когда Эйнштейн умер, Петр говорит ему «И медленно к Богу на аудиенцию, тебя давно ждет». Идет. Бог говорит «Слушай, Альберт, ты меня поразил. Я рассчитывал, что вам еще нужно пару тысяч лет дозревать до того, что скорость света в акуме константа. А ты так запросто. Е равняется МЦ квадрата. Как это ты так быстро, а? Ты прям стринул мир весь своей формулой, да? Я думал, что вам еще долго ходить, блуждать. Эйнштейн говорит «Господи, да ради Бога, это было достаточно просто. Вот хуже, что я всю оставшуюся жизнь потратил ни на что. Я понял, что именно я смогу найти единую теорию поля. То есть соединить все энергии в одну формулу и взять твою формулу. То есть твою. То есть свести все к Богу, но на научном уровне доказать наконец твое существование. Я тут вижу, что ты есть, а люди одни верят, другие не верят. Никто не видел, никто не слышал, воюют все время. Значит, где Бог, наверное, в это время спит или отвернулся. Потому что не может быть никакого Гитлера, если есть Бог, света, добра и красоты и так далее. Так вот, напиши мне, говорит Эйнштейн, твою формулу. Я клянусь, никому ничего не скажу. Дай мне и формулу единой теории поля. Я же в жизни больше ничего не сделал, я ее искал. Бог говорит, ладно, конечно, тебе напишу, только никому не показывай. Еще рано. У них там в мозгах все перевернется. И начинает писать, там не такая короткая, как я равняется МЗ квадрат, потому что это формула всех полей. Светлана к единому энергетическому полю. Пишет, Эйнштейн говорит, следи за мыслью. Эйнштейн следит, и он говорит, господи, ой, господи, у тебя здесь ошибка. Бог говорит, тихо, я знаю. Никому не говори. Поэтому никому не даю формулу, там ошибка. А вот если действительно всерьез задуматься над этой притчей, какая ошибка будет? Ошибка очень простая, которую любой наставник, любой человек, который хочет иметь дело с молодежью, с учениками, с детьми, с грудничками, с детским садом, с яцелями, со школой рабочей молодежи должен учесть. Ошибка серьезная. в нижней части, вот начиная от пупа и вниз, мы унаследовали все признаки и принципы размножения, которыми до нас владели даже лягушки, которые значительно старше нас. У них все точно то же самое, что и у нас, когда мы начинаем в день. там миллионы лет развития, достаточно совершенная система, а там сколько лет развития, кто помнит? Сколько лет на планете Земля существует хомо сапиенс, то есть подлинный человек разумный. Речь идет о том, что в разы бесконечное меньше. Там совершенно, а здесь эмбрион, мозг-зародыш, который почти не используется. В отличие от нижней части, моментально устает, думать не хочет столько, сколько думает нижняя часть. Нижняя часть постоянно думает об этом. Не случайно Фрейд в классическом психоанализе все выстраивает на потребностях нижней части. Но никто ничего не выстраивает, никакой классический психоанализ на потребностях верхней части мозга и сердца. Итак, я думаю, что ошибка в этой формуле, которую Бог написал Эйнштейну, заключается именно в том неравномерном развитии нижней и верхней доли человеческого тела. Там зародыш, а там внизу все в порядке. Я даже специально не показываю, начинаю откупать только. Так вот, наша задача сегодня была бы вот в чем. Теперь отключение номер два. Есть один город в Швеции он находится. это город столица земли. В шведской называется Смоланд, а город называется Йончопинг. Мне когда-то предложили провести там трехлетний эксперимент. Встретить сто тысяч молодежи в течение трех лет. С каждым из них не меньше шести раза за три года, то есть два раза в год. На это были отпущены большие деньги. Мне служили все филармонии, все оркестры, все, все. Сначала я приезжал сам со своей скрипкой и со своей пианисткой. Потом я приезжал уже с актерами, потом я приезжал с оркестрами, потом их собирали в больших залах, уже не в школах, в гимназиях и так далее. И вот там хочу вам сказать, в этом городе, столице вот этой земли, в которой я три года проводил эксперимент, эта столица, в ней есть три концертных зала для классической музыки. Один на две с половиной тысячи мест, большой зал. Второй называется средний зал, там всего полторы тысячи, а третий называется камерный зал, там 600 мест. Камерный 600 мест, это залы миллионных наших советских городов, в которых филармонии. Вот я сейчас еду в Екатеринбург, один из больших городов мира, миллионер, там концертный зал на 600 мест. На 600 мест, на больше миллиона, вы никак не связываете весь разброд и клепа Голубина с количеством посадочных без великой музыки в миллионных городах. Никак не хотите связываться? Не надо. Тогда Клеп Голубин вам еще одно плюх удаст со своим фараоном и не только он. Дальше. Этот город с населением, нет, населением я не буду, в нем шесть театров, в нем 30 музеев, в нем свой симфонический оркестр, билеты, на которые купить невозможно. Теперь внимание, население города 93 тысячи человеков. Слышите? А теперь задайте вопрос, почему страна без нефти, без газа, без этих страшных триллионов каждому пенсионеру платит нормальную вещь, которая за каждую операцию самую сложную не берет денег, в которой медицина, лекарства самые дорогие и бесплатные, и в которой социальные гарантии. Спросите у них, откуда они берут деньги. это страна, в которой даже пахотных земель почти нет, а вспождают скалы. Чтобы метро прорыть, нужно бить скалы. Откуда Нобель? Нобель-то искал способ пробивать дикие шведские скалы, и он изобрел динамит. Он же не думал, что динамитом начнут взрывать людей, что его используют в Первой мировой войне. Отсюда Нобелевская премия для каждого, кто хоть что-то внесет в мир, чтобы мир не использовал динамит в военных целях. Вот единственная задача. И это я вам говорю как человек, который имеет отношение к Нобелевскому комитету, к Нобелевской премии. И вот теперь последнее в этом вступительном половине, вступительной части. Почему не работает бизнес? Откуда взялась Настя Рыбка, о которой сейчас только лениво не говорит и не читает и не знает или тот, у кого нет интернета? Что это? Это результат так называемого остаточного принципа по отношению к самой главной сфере жизни страны, по отношению к культуре, к поклонению свет, к созданию и гармонизации человеческого мышления. Мы рождаем гениальных детей, потом отдаем их в школу. На 10 лет повторяем по 6 часов. Что мы получаем на выходе? Ребенка, который на память читает Пастернака и Пушкина, который владеет риторикой, великой речью, ребенка, ребенка, который бесконечно потрясен Моцартом и Чайковским. Что мы получаем? Почитайте их форумы, почитайте их речь, почитайте о чем они пишут, что они говорят. Это значит, профессионалы 10 лет по 6 часов, которым мы доверили нашим людей, сделали не только не позитив, а укрепили наших детей в совершенно негативных моментах жизни. Поэтому в чем смысл наставничества в самом широком смысле этого слова? В гармонизации сознания человека, в гармонизации сознания личности. Это невозможно передать, насколько же мы, как ни странно, отстаем от всего цивилизованного человечества именно в этой области. Мы все время ругаем Соединенные Штаты Америки, в которых якобы там все плохо и все так. Друзья мои, в Соединенных Штатах Америки 5000 симфонических оркестров. Из них 800 высокопрофессиональных, которые работают при полных залах. В нашей стране есть города миллионеры, в которых нет штатного симфонического оркестра. Таких городов много. Я уж не говорю о городах, которых полмиллиона, там вообще ничего нет. И казалось бы, какая же связь между наличием симфонических оркестров или количеством и качеством людей, посещающих, и производством оказывается прямая. И вот сейчас опять еще одна история. Когда мне было 16 лет, я сидел в концертном зале Тинтери. Тогда, когда был так называемый период оккупации, в это время в концертном зале Тинтери выступали не шуты и смехачи, а величайшие оркестры, величайшие дирижеры, величайшие музыканты, исполнители. Все детство я проводил в Юрмале, в Латвии, в концертном зале Тинтери. Вот тогда, когда была оккупация, там и ходили русские, латышские, белорусские, украинские интеллигенты, слушали эти потрясающие концерты, цена билет была рубль, вот, и гуляли, потом провожая солнце, обсуждали, там ходил Воснесенский, там гуляли великие актеры, там была московская, питерская интеллигенция, русская интеллигенция, это высшее понятие, которое мы когда-либо давали миру, и высшее понятие в мире, старый русский интеллигент был такое понятие, это непередаваемо, для этого мне нужна отдельная встреча с вами, для того, чтобы рассказать хотя бы о некоторых качествах русского интеллигента, и вот я их тогда видел, знал, успел, слава Богу, успел, все увидеть, еще успел последних из магикан застать и понимать, что это такое, и потеря этих людей равносильно потере духа нации, потому что наш народ, наша культура за короткое время дала миру огромные последствия, огромное влияние оказала на мир, вот смотрите, мы великая страна, у которой не было эпохи возрождения, не было, не было, а что такое эпоха возрождения, это поклонение человеку, это обучение тому, что человек есть вера всего, вершина всего, человек, вспомните, главная, первая картина эпохи возрождения, стоит святой Себастьян, прекрасный молодой человек, бледный, потому что кровь теряет, да, и стрелами испещен, но вот он стоит, красивый, великолепно мускулист, великолепно сложенный, да, на фоне современной тогда Венеции, никакой Палестины, никакого Израиля, ничего нет, да, художники приступили, все законы, они изображали не то место, где вся эта история происходила с Христом, они изображали свои любимые города, города Ренессанса, города порочной архитектуры, потом и так далее, и вот стоит этот святой Себастьян, стрелатель, чему учит эта картина? Поклонение человеку, он смотрит на нас спокойным взглядом, он уверен в будущем человечества, какие бы стрелы не испещили его, как бы много он не потерял крови, его дух жив, вот был, что называется, эталон эпохи возрождения, эпохи Ренессанса, Россия его не знала, этой эпохи, после эпохи Ренессанса она повлияла на эпоху просвещения, раз человек так значительный, так велик, надо осветить, просветить, идея эпохи просвещения привела к венской классике, к композиторам, которые выстроили великую духовную систему, Кайт, Моцарт, Бетховен, она повлияла на Россию уже потом, и так, эпохи Ренессанса не было, эпохи просвещения не было, а чего не было до Ренессанса, не было латинских академий, животворящей латыни, на которой и были созданы все основные постулаты античного мира, а потом эпохи Ренессанса, не было покачи с его Декамероном, где можно было присмеяться над бракобесами, выставить их в жутком свете, вам никогда не приходило в голову, что Покаччо, который в те времена посмеялся над церковью, не был не только сожжен, но и был прославлен как один из гениев эпохи Ренессанса, а там же, если вы почитаете Декамерон, только от детей прячете, то вы узнаете все эти новеллы, все меру поведения тех людей, которые должны были править миром, и так, Россия не знала ни Ренессанса, ни латинских академий, не эпохи просвещения, которая в свое время, до эпохи просвещения, был что? Был Мартин Лютер, а кто такой Мартин Лютер? Это человек, который, ну, ревизировал католическую церковь, он опротестовал ту форму, при которой Христос, который ходил в рубище, его ученики ходили в рубище и спали на голой земле, и вдруг священники от его имени кругом развешивают богатство, золото, роскошь, и это тот самый нищий Христос, который говорил, что ничего, все в душе, все внутри, нет, все снаружи, и вот тогда Мартин Лютера протестовал, началась эпоха протестантизма, лютеранская религия, лютеранские школы и так далее, а главная основа чего? Музыка и слово, все, все остальное не важно, весь этот блеск, мишура, она никому не нужна, нужен орган, нужны композиторы, вдохновленные органом, вселенский инструмент и слово, так в результате, Россия этого тоже не знала, в результате мы миновали все стадии, но в начале 19 века вместе с Пушкиным, с поэзией Золотого века, через какое-то время Серебряного века, с великими писателями, Россия как будто бы догнала и перегнала мир в области духовной культуры, то есть не зная Ренессанса, не зная Латинской академии, не зная просвещения, мы вдруг подарили миру такое количество великих писателей, великих поэтов, великих художников, к 20 веку русская живопись тоже вышла на передний план, и Кандинские, и Малевичи, Шагал, и Добужинские, то есть все, и Добужинские, вся эта масса великих художников, которые появились к 20 веку, но подарив это миру, мы это закупили на корну, в своих школах, в ужасном преподавании вот этих предметов, предметов духа, предметов литературы, я помню несколько вариантов, которые я сохраняю в своей памяти навсегда. Мой сын учился в школе 11-летнего при консерватории, это школа одаренных детей, туда страшный отбор, страшный конкурс, туда, там был один человек на 50 мест играть на скрипке или на фортепиатке, это дети, которые проходили особым образом музыку, их судьба уже была решена, раз ребенок в 11-летке при консерватории, ему преподают консерваторские профессора, и ребенок после 11-лет школы переходит в консерваторию, потом становится концертирующим музыкантом, лауреатом конкурсов или садится в мировые оркестры, играет на скрипке. И вот мой сын, когда ему было лет 9, приходит домой и говорит мне, «Папа, нам задали задание написать сочинение по картине Воснецова «Три богатыря». Посмотри, какие вопросы поставлены к сочинению. Я беру его тетрадку и читаю. Первый вопрос. Как всматриваются вдаль три богатыря? Видите, вы даже уже не смеетесь. А это потому, что больно или потому, что не смешно? Или потому, что не успели понять, что в этом вопросе скрыта вся система антинаставничества, антишколы, антикультуры. Как всматриваются вдаль три богатыря? Ответьте, пожалуйста, ученики, на вопрос «Как? Сочинение?» «Как? Ну, даже не знаю, как?» Не знаете, да? Как всматриваются вдаль три богатыря? Внимательно. Внимательно. Это не советская ответ. Ну-ка, вспомните, советские люди, как они могут и только так, и никак иначе. Как? С надеждой. Друзья, нет, пристально, это все поэзия, это все чепуха. на букву «З». ЗОРКО! Кто сказал? Молодец, жил при советской власти, вижу. Немножко. Друзья мои, в Советском Союзе на вопрос «Как?» всматриваются вдаль три богатыря? Нужно было дать ответ только «ЗОРКО!» Если не «ЗОРКО», значит «ВАМ». Если «ЗОРКО», значит «Пять», значит «Наш», «Свой». Вы же помните, что в Советском Союзе не занимались самым мирным делом сбора урожая. Это называлось в газетах «Битва за урожай». Когда люди выходили работать, это называлось не «Люди выходят работать», а «Трудовой десант». То есть страна незаметно для себя подменяла мирные понятия и слова военизированными словами. Отряд, командир отряда, это маленькие оттябрята, пионеры, командиры и отряды. Вы понимаете, сколько шелухи засело в наших мозгах и генетически через нас и через наших дедов передано нам. Вот в 21 веке нельзя бороться за урожай. Это мирный труд. Не трудовой это десант, потому что десант это нужно высадиться в туру врага. А с кем мы боремся? С урожаем, что ли? Он наш враг, если у нас десант. То есть каждое военное слово имеет свое понятие. И если не выпиваются из головы все эти понятия, то в результате остается шелуха и чепуха. Вот какое отвлечение. Возвращаюсь в Ригу, в концертный зал Динтери. Я сижу в зале, мне 16 лет и слушаю великую музыку. Рядом со мной сидит очень приятный, интеллигентный пожилой человек. Ну, как пожилой. Это сейчас, я думаю, что он молодой, потому что ему было лет 60. вот, а тогда мне казалось, что почему они все не плачут в 60-летней. Жизнь-то кончилась, они должны ходить и плакать. Какие они все мужественные, когда я смотрел на человека сетяной. Без того, чтобы плакать, уйти домой и рыдать, и ждать, когда тебя возьмет в свое объятие смерти. Они шутят, планируют жизнь дальше. А мне казалось тогда, что это все, все. Я пытаюсь выяснить, сколько было лет людям, которых я знал в те далекие годы и выяснилось, что им было по 40, по 50. Я считал их старыми, уже совершенно старыми. Вот. Ну, а все-таки меня можно простить, потому что у Лискова в романе некуда. Отец, у него жена умерла в родах, родила ему девочку. И вот девочки, а они поженились, когда им было 17 лет, он и она. Она умерла в родах. Девочку отправили в пансион учиться. Вот ей 16 лет, она приехала с подругой на побывку, и вот они вдвоем с подругой разговаривают. А отец смотрит на них и любуется, как выросла его дочь, которую он сам воспитал. И написано, старик посмотрел на девочек. Считаем. 17 плюс 16. 33 года. Старик посмотрел на девочек. Вы слышите, да? А старик и старуха из сказки о рыбаке и рыбке, которые прожили вместе, вспомните, как изображают старика и старуху на картинках. 30 лет и 3 года. 33 года. Но старухе тогда было 14-15, когда она вышла замуж. Трику 16. Это нормальный возраст. Итого, посчитайте, прибавьте 33 года к 15. 48. Представляете, какая древняя старуха, вся в морщинах, еле ходит, доживает жизнь. А старик седой, бородой, как лунь, ему 49-50. сегодня, когда человек в 60, говорит, вот у меня планы в ближайшие 20 лет поехать в Испанию, в Португалию. Вот я учил когда-то испанский язык и так далее, и так далее. Так вот, я сижу в зале. Это вот такая форма рапсодийная, да? Я отхожу в сторону и возвращаюсь назад. Я сижу в зале. Рядом со мной этот человек средних лет 60-летний, давайте теперь после моего отвлечения, да? Кстати, хочу всех успокоить. Тех, кому 60, это то же самое, что в 50-е, 60-е годы прошлого века было 40. Те, кому 80, это 60. Те, кому 100, это уже старые, это 80 бывших. Поэтому, пожалуйста, учитывайте, что в среднем продолжительной жизни все равно и внешность работает не на тот возраст, который мы знали. Поэтому те, кому 60-70, у вас впереди, если все будет нормально. Да? Нормальная жизнь. Если вы не будете смотреть телевизор в воскресенье вечером, да? Ну и не только в воскресенье, если вы как-то отвлечетесь. Вот многие выбросили телевизор и правильно сделали, потому что внести в дом этот ящик, чтобы он тебе рассказывал, как тебе надо думать, это конец настанчивости, конец эпохи возрождения, конец всему. Потому что надо ненавидеть. Только ненавидеть. Всех и вся. Вот это надо убрать. У вас есть круглый стол? Нет уже, да? Абажуры есть? Книжки есть? Мысли есть? Стихи есть? Голос есть? Работает сердце. Работает мозг. Отключитесь от этого ужаса. Перестаньте ненавидеть мир. Давайте строить дороги. Потому что внутри должно быть эстетическое чувство, поклонение красоте, поклонение гармонии. И так со мной рядом сидит этот человек. 60 лет, средних лет. И после концерта мы несколько раз переглядывались во время концерта и чувствовали, что нам приятно будет вместе. Мы пошли вместе. Мы гуляли вдоль моря. И он стал рассуждать о музыке Густава Малера, которого мы только что слушали. И рассказывал массу интересных вещей. Я решил, что я говорю с профессором консерватории. Потом он перешел на живопись. Я подумал, что это, скорее всего, профессор Рижской академии художеств. Потому что так говорить о живописи может только профессор, крупный ученый в области изобразительного искусства. О чем бы мы ни говорили, в искусстве он оказался невероятным. А потом, когда мы расставались после долгой прогулки, я осмелился спросить, а кто бы по профессии? Он говорит, я по профессии сапожник. Ну, сами понимаете, я человек, в общем, выдержанный, я не мог скрыть шока. Он говорит, ах, молодой человек, у вас уже все испорчено. Вы считаете, что сапожник это человек, который бьет и бьет по гвоздям, потом бьет по гвоздям, потом бьет в перерыве между гвоздями. Нет, я сапожник-модельер. Я изготавливаю обувь по индивидуальному заказу. Вот была такая услуга, вы приходите к нему, он рассматривает вас, ваши ноги и руки, ваши цвета предпочитаемые, и после этого делает только для вас обувь. Обувь была уникальная. Это стоило. Но это стоило, это в те далекие советские времена, как вы понимаете, да? Так вот, он говорит, я совсем другой сапожник. Я сапожник, которому Моцарт не позволяет шить уродливую обувь. Я когда по этим советским магазинам хожу и на эту обувь смотрю, одно хорошо понимаю. Люди, которые эту обувь шили, в жизни своей к Моцарту не прислушались, потому что Моцарт им бы тоже не позволил. Помните, это было время, когда все полки были завалены обувью, в которых немцы отступали и французы из-под Москвы по старой споленской дороге. Вот такая была советская обувь. Она производилась массовым диражом точно так же, как речи прежде. Массовым диражом. И так далее. Что же нам надо в себе изменить? Вот эта формула Моцарт не позволит, это одна из главных форм наставничества. Вам покажется, что я говорю сейчас о таких нелепых и далеких вещах от темы этого форума? Потому что сейчас все будут говорить красивые и правильные фразы. Мы все советские годы говорили красивые и правильные фразы. Они нас к чему-нибудь привели в результате. В результате перестройка и ускорение. И как ученые схватились за голову, говорят, погубят перестройку. Почему? Потому что нельзя перестраиваться, ускоряясь. Нужно остановиться, перестроиться, а потом начать движение. Вам скажут это любой ученый, который даже еще диссертации не защитил. И вдруг на всю страну кричат ускорение и перестройка одновременно. Это значит, что всех сметет к чертям вместе с кубиками целые телеги. Потому что это абсурд. А помните знаменитую фразу Черненко «Экономика должна быть экономной». Он перепутал науку, экономику. С экономией есть денег, чтобы дожить на зарплаты. То есть, ну, вот мы все родом оттуда и продолжаем множить и платить эти школы. Это мышление, этот уровень представлений о мире, этот уровень психических реакций. И вот действительно возникает вопрос, что нужно менять? Что нужно наставнику сегодня? Как нужно обратиться к молодежи? Есть только один путь. Через культуру, через искусство, через парадокс. Я создал школы, и, наверное, кто-то здесь знает. Эти школы работают, как удастся. В России их всего, ну, в Челябинске и в Тюмени. Им не помогают, не поддерживают. Никто, ничего. Но в этих школах детей называют астронавтами. Потому что, когда вы заходите в эту школу, вы не понимаете, вы прилетели на Альфу Центавра или на Проксиму созвездия Центавра. Что это за чудеса? Что это за чудесные, светлые, остроумные, милые дети? А вот это дети из моей школы. Почему? А потому что кончилось клиповое сознание, которое разрушает мозг. Потому что, когда учитель географии приходит в класс и не спрашивает, что у детей было на истории, это школа прошлого. Потому что учитель географии будет сегодня рассказывать про географию Африки. А учитель истории час назад рассказывал про Великую Французскую революцию. А учитель литературы пришел и стал читать отрывки «Смертвых душ» Гоголя, которые никакого отношения ни к французской революции, ни к географии Африки не имеют. В результате 11 лет по 6 часов наши дети формируют клиповое сознание. Когда Глеб Голубин поет свою песню, которую знает на Иисус 58 миллионов советских детей, то у него все просто. Пять минут назад. Время, место, Мерседес и образ действия трахнут зубы. Все есть. Все в одной фразе. А мы география Африки, история Франции и литература России. И мы хотим, чтобы дети вышли сознательными. Мне поручили от нашей великой чести в 2005 году быть музыкальным экспертом Нобелевского концерта. И когда я стал им, я придумал очень интересное начало. Нобелевские лауреаты заходят в концерт на концерт. Это первый день из трех, когда они вручение еще, а концерт для нобелевских лауреатов, членов их семьи, тех, кто с ними приезжает, правительство и всех, кто сумел купить билеты на этот концерт. На концерте крупнейший оркестр в концерте, великий дирижер, великие музыканты. Вот в 2005 году был вялочелист Йо-Йо Ма, который играл музыку великого шоу по пути, концерт дворщика и так далее. Ну, те, кто интернетом владеет, наверное, видели то, что я там делал, о чем... Ну, я рассказал по-шведски, но там есть русский перевод. Так вот, я придумал такую вещь. Каждый нобелевский лауреат входит в зал и к нему тут же вопрос. Что у вас было в детстве с музыкой? Каждому заходит химик, лауреат по химии. Вопрос. Что у вас было в детстве с музыкой? Он говорит, в детстве, давайте я вам сейчас сначала свою радость выражу по поводу того, какой вы мне подарок сделали. В мой нобелевский день вы мне дарите моего любимого виолончихиста Йо-Йо-Ма с моим любимым концертом Боржика. Там-да-да-дам, там-да-да-да-дам химик поет. Концерт Боржика для виолончили с оркестром. Много химиков в нашей родине с вами, которые сейчас по первому же зову начнут петь концерт Боржика. Вот где Нобелевская премия скрыта. Но этого же не понимают, потому что там две извилины. Не понимают связи и, наверное, я не знаю, куда мне нужно еще обратиться, чтобы поняли связь между концертом Боржика и Нобелевской премией. Между Нобелевской премией уровнем культуры, уровнем дорог, уровнем мышления, уровнем строительства и всего прочего. И отношением к труду, кстати. Так вот, химик начинает благодарить нас за то, что так повезло. А почему повезло? Любимый концерт, любимый виолончилист. Я, говорит, за ним в годы учебы ездил всюду, где он был близко от меня. Это мой любимый музыкант, мы ровесники. Ему было 22, и мне 22, ему 25, и мне 25, сейчас мне 50, и ему 50. И он на моем Нобелевском дне. Чудесно, спасибо вам огромное. А в детстве музыка была, поверьте, с самого детства. Вы уже понимаете, да. Заходит физик, лауреат Нобелевской премии в области физики. Здравствуйте, что у вас было в детстве с музыкой? Родители были физиками, и они знали, что я буду как Эйнштейн, и они знали о том, что я когда-нибудь получу Нобелевскую премию, поэтому родители начали как Эйнштейн с музыки, со скрипки. Все детство играл на скрипке. Что? Ага, лауреат Нобелевской премии сидит. Ак Берельман, вы знаете, что он не знал, куда деться? У него был выбор, Ленинградская консерватория или мехмат. Мама ему сказала, та самая мама, она говорит, Гриша, ты скрипкой денег не заработаешь, смотри, что в России говорится, одни седые волосы в зале сидят на концертах, классики, что они тебе заплатят из своих пенсий. Гриша, иди на мехмат, там по крайней мере кусок хлеба. Гриша и пошел. Кусок хлеба, какой еще кусок? Такой, что отказался от миллиона долларов, потому что сказал, зачем мне миллион, ведь я владею вселенной. Вот Гриша Пельма. Понимаете, то есть уже выясняется, что скрипка это один символ, детская скрипка, вариантов Нобелевской премии в другом возрасте. Выясняется, что воспитание музыкальное, художественное, творческое, на золотых сечениях, на красотах влияет на математичность мышления, на его логичность, на его цикличность и на все. Хотите, докажу. Ну, вы помните числа фибоначчи, вот здесь доски нет, да? Вот в Финляндии, в Турку, я сейчас был членом жюри конкурса Сибелиуса, Яна Сибелиуса, да? Там на всех трубах высоких, да? Там числа фибоначчи. Вот вы идете по городу и читаете, один плюс один, два, два плюс один, три, три плюс два, пять, пять плюс три, восемь, восемь плюс три, одиннадцать, и так далее, и так далее. То есть божественная пропорция выстраивается, да? Если вы посмотрите, серьезно, то вокруг нас сплошные числа фибоначчи, сплошная божественная пропорция. Ну, вот смотрите, восемь и пять только что называли, да? Посмотрите на клавиши рояля, восемь белых, пять черных. Случайно думаете? Возьмите любой, кто знает теорию музыки, тоника, доминанта. Доминанта – это пятая ступень из восьми, пять к восьми. Посмотрите на руку, вот отсюда до конца длинного пальца. Давайте посчитаем. Нам не до нового приду угадать, как слово. Это пять. Наши отзовется, это три. Пять к трех. Числа фибоначчи, божественная пропорция, золотое сечение. Давайте. Москва, как много в этом звуке для сердца? Пять к трех. Русска, выслилось. Был бы сестра я, показал вам всего Моцарта, всего Шопена, всего Чайковского, и вы увидели, что такое золотое сечение, божественная пропорция, числа фибоначчи. Представляете, мы построены по законам красоты. У нас 16 золотых сечений и внутри, и снаружи, и всюду. Мы выстроены по божественным знакам пропорции, по божественной пропорции, но мы этого не учитываем, не думаем и начинаем искажать свою духовную, а за ней физическую сущность. Мы, люди, созданные как подобные существа, как люди, которые в творчестве, в работе, во всем придерживаются законов и знаков красоты, мы отказываемся от самого главного, от красоты, от приоритета красоты, гармонии и логики над всеми остальными формами бытия. тогда, пока мы этого не поймем, у нас не будет никаких, сколько бы нефти и газа мы не выдавали из-под земли, сколько бы денег мы не заработали, ничего не произойдет, потому что мы не сможем на все эти деньги выстроить одной нормальной школы, где ребенок, которого мы рождаем золотыми сечениями, богоподобный, голубоглазый, светлый, умный, его улыбка стоит всех улыбок всей планеты. Мы начинаем мучить агрессии, маршировать. Кстати, по поводу маршировки я вам хочу сказать, что Альберт Эйнштейн когда-то сказал, что если люди маршируют и испытывают при этом удовольствие, слышите, внимание, я никого не хочу обидеть, потому что есть люди, которые испытывают удовольствие, ничего страшного пока. Этих людей я называю захребетками, потому что у них центр удовольствия находится не в головном мозге и не в сердце, а в спинном. Человек не должен испытывать удовольствие, когда он вместе со всеми марширует. Это не эпоха гуманизма, не эпоха ренессанса. Вы видели хоть одну картину художника эпохи возрождения, где люди маршируют? Хоть одну? Нет, абсурд, правда? А мы все время показываем марширующих людей кругом. Почему? А если человек марширует даже на мосту, и то надо идти не в ногу, перестать маршировать, потому что наступит эпоха явления резонанса. А вы думаете, в мозгах резонанса не наступает, когда человек все время марширует? наступает. Я помню, меня в армии, когда я служил, оскорбляло даже такое словосочетание. Рядовой казинник. Я никогда не чувствовал себя рядовым. И словосочетание моего имени со словом рядовой оскорбляло во мне все лучшие чувства. Знаете, я знал, что это надо пережить. Вот я рядовой казинник. Потом я стану нерядовым. Я стану личностью опять. А сейчас надо выдержать целый год рядовой. Рядовой и никакой больше. Но, друзья мои, что такое школа? Что такое доставничество? Я вам придумал другую школу. Совершенно уникальную. Школу ассоциативного мышления. Для того, чтобы не растекаться по древу, потому что прошло уже незаметно целый час, у меня осталось 25 минут, расскажу вам просто об одном уроке, чтобы вы поняли, что это за школа. Ну, необходимые условия этой школы. Музыка, которая пронизывает всю школу. Великая музыка, которая связана со всеми дисциплинами, со всеми предметами. Она связана с учительным переменом. Физик приходит с пахом, химик приходит с породиным, историк рассказывает не только про историю страны, но про ее музыку вместе с учителем музыки. Географ рассказывает не только про географию той или иной страны, но вместе с учителем живописи, с ее живописью. Потому что история страны это не количество полезных ископаемых и не количество песков, и даже не количеством квадратных метров жилья. Потому что все, что остается от любого времени, от любой страны, артефакты культуры, больше ничего, поверьте, ничего нет, кроме одного, что страна вложила в копилку мировой цивилизации. Все, все остальные релевантно. Сколько вы колбасы ели, сколько в ней было не колбасы, сколько в ней было не мяса, откуда вы взяли эту колбасу, поверьте, уже через 20 лет никто не вспомнит про вашу колбасу. А что же останется? Останется только то, что вы внесли в своих детей. В своих внуков, в добро, в любовь, в искусство, в культуру, в смысл. Так вот, школа ассоциативного мышления. Несколько слов, что это такое. Урок яблока. Продолжительность урока одна неделя. Урок ведут все педагоги. Не бегают из класса в класс, да? А ведут урок яблока. Можно вести его один день. Это пожелание педагогов. Целый учебный день. Что это такое? А вот что? Это яблоко. Вот оно, ботаника. Фрукт. Учим все его качества, данные ботаники. Но если вы только его начнете разрезать и разрежете вот так, там внутри, во всех яблоках планеты Земля, золотые сечения. Что такое золотое сечение? Что такое яблоко еще? Ох! Это в православии плод, который съела Ева. Совершила ли Ева грех, съев этот плод и подарив его Адаму? Категорически нет. Потому что Ева, как всякая женщина, которая отвечает за цивилизацию, предвидела, что именно после того, как они с Адамом съедят плод познания... Кстати, что такое плод познания, вы догадываете, да? Кто кого должен познать? Ну, конечно, все твари по паре размножались, а Адаму и Еве этого указания не было дано. Они должны были украшать образом и подобием Бога. Чтобы быть рядом, куклы, всем размножаться, то есть нюхать друг друга, любить друг друга, хотеть друг друга. А Адаму и Еве нет. Поэтому что такое яблоко познания? Плод познания. Это плод эротизма. Когда Адам вдруг увидел, что Ева женщина, а женщина увидела, что Адам мужчина, да еще какой. И началось. В результате Рембрандт, Бах, Моцарт, Чайковский, Петховен, Шекспир, Мольер. Так что, совершила Ева греха? Будем казнить. Да еще первородный грех. Да нет, конечно. А потом, если без Божьей воли ни один волос в головы не падает, то вы же сами понимаете, что допустить, что без Божьей воли поменялась пара тимпа, планировал так, а получилось все наоборот. Как же так, тогда где Божья воля? Где всесилие божественное? То есть, если человек начинает думать, становится очень весело, радостно, интересно. То есть, либо Бог не всесилен, о ужас, костер Инквизиции очередной, меня ждет, если я посмею сказать, что Бог не всесилен, ограничивать всесторонность Божьей власти, как писал Алексей Константинович, что встойно. Ведь такое, Миша, дело пахнет ересь, я честно. Значит, всесилен, всесилен, повторите, передайте себе, Бог не силен. Следовательно, Ева не грешница. Она действовала со всесилия Бога. Другого варианта не было. Потому что у Бога сейчас я покажу дерево, с которого нельзя. Идемте, поехали. Десять парсеков. Вот оно, говорит. Запомнили? Я пошел. Тут же вместо Бога появляется змей. И говорит, есть, Ева. А Ева геометрию не изучала, литературу не изучала. Из липра Адама только что вышла. У нее ни одного стиха в голове нет. Что у нее в голове есть? Кроме Бога и Адама. И деревьев. Ну, откуда у нее понять о том, что нельзя, что запрещено. Вот как животному, скажем, ну-ка, положили кость. Не трогай, сиди, сиди. Бедное животное сидит и не трогает. Вот так Ева, скажем. Чи, нельзя. Поняла? А тут появляется змей. Ты не умрешь. Ешь. И Адама накормил. Съел Адама, накормил. И родился у них Рембранцбах. Ну, через какие-то поколения. На земле. Ну, как стало рожать, но зато искусство, культура, то, что нас характеризует, отличает от всех тварей по паре. Да? И так яблоко. В православии яблоко. Вообще плод. Да? Плод познания. Вот съели плод и познали друг друга. И ничего больше, ни высшую математику, ни теорию относительности познали. А друг друга. Ну, никто не хочет понимать, что это плод секса. Плод эротизма. Потому что первое, что они сделали, закрыли органы расторжения друг от друга. До поры до времени. Помните? И спрятались. Адам спрятался в кустах. Чтобы его не видели. Теперь вот таких без трусов. Да? Вот Бог говорит, ты где, Адам? Адам говорит, здесь я из куста. Из-под куста. Да? Здесь я. Уж не ел ли ты? Бог понимает, что он закрылся, нижнюю часть закрыл. Уж не ел ли ты? От того дерева. Ну, там же всюду ирония, юмор слышат, да? Адам говорит, это не я, это Ева. Ну, как всякий мужчина. Да? Бог говорит, Ева, это Ева, это удивительно. И Ева говорит, это не я, это Смей. Смей еще удивительный, говорит Бог. Но не спрашивай, а кто тебя научил? Все, кончилось. Потому что Смей скажет, ты же сказал. Нет, молчи. Чтобы не выяснить до конца, кто. Итак, яблоко. Урок яблока, друзья мои. Дальше идем. Яблоко упало на голову не дону. Да? Начинаем изучать. Три брата, два умных, а третий дурак. Что делают умные братья, когда хотят отдохнуть под яблочным деревом? Ну, первый не сам, но он пришел, лег спать. На него упало яблоко. Он пошел стоять в примочке. Второй талантливый брат. Очень талантливый. Он выбрал дерево, где яблоки незрелые. Которые не упадут, не созреют. И он спокойно проспал. Третий дурак. Ньютон. Пришел, лег к потере. У него как задануло. Он вскочил и задал детский, глупый, только дурак может дать такой вопрос. Почему яблоко упало вниз? Это же идиотизм полный. Спросите у любого нормального человека, почему яблоко упало вниз. По тапу, скажет любой нормальный, не гей, что все яблоки падают вниз. А Ньютон упорно твердит. Яблоку все равно. Куда падать оно могло упасть вверх. Нам даже интересно. А оно почему-то, все яблоки во всей планете падают вниз. Значит, говорит Ньютон, третий дурак. Да? Что кто-то его притянул к земле, заставил падать вниз, а не вверх. Начинается закон всемирного текотения. Скорость, ускорение свободного падения. И пошло, и пошло. Опять яблоко. Дальше. Дальше идем. Яблоко раздора. Очень важная часть урока. Очень важная. Помните, три богини и бедный Борис с одним яблоком. Это ужас. Не хотел бы я быть на его месте. Потому что отдашь одной богине, две станут врагами. Трех яблок нет. Пришла не одна богиня, а три. Не скажешь, идите вот две погулять, я поговорю с одной. Ничего нельзя сделать. И вот стоит Борис перед тремя богинями. И вот начинается, кстати, нравственный разговор с учениками. Кому отдать? Понимаете, почему нравственный? Если отдать Гере, она жена Зевса. А жена Цесаря выше Цесаря. Поэтому, если ты отдашь яблоко Гере, то ты самый близкий приятель Зевса. Она нашепчет в постели своему мужу-бобу. Скажет, что вот он меня выбрал самой красивой женщиной. Борис этого не делает. Ну, ясно кому? Афине нужно отдать. Богине воительницы. Богине героизма. Отдать и стать кавалером орденов всевозможных. Ну, вот я заодно ересь одну скажу. У нас есть такой орден за заслуги перед Отечеством. Очень красиво звучит, очень хороший орден. Только я не совсем понимаю, как можно иметь орден за заслуги перед Отечеством в четвертой степени. Или третьей, или даже второй. Ну, два человека встречаются и говорят, у тебя какие заслуги? Он говорит, второстепенные. В русском языке вторая степень заслуг – это оскорбление. А четвертая лучше бы не получать. Просто ходить с чистыми лацками. Потому что как могут люди, знающие русский язык, позволить себе степень заслуги перед Отечеством? Или заслужил, получая орден, или не заслужил никакой категории, если быть не может. Понимаете? Это же совершенно простые вещи. Но, наверное, школа виновата в том, что там работают только две извилины, а 16 остальных пока не работают. Итак, Афине дай орд, дай яблокам. Не дал. Не хочет быть героем Эллады. Кому дают яблоко? Богиня любви, Афродиете. Она что ему обещает? Она обещает ему любовь. Видите, оказывается, в античном мире любовь ценилась больше, чем заслуги перед Отечеством и связь с верболным Богом. Любовь – это счастье. А связь с Богом сплошные беды на твоем голове. Конечно, а какие, а что еще? А связь с заслугами Отечества выстроится в очередь, ждать какую степень, ждать четыре степени получить и так далее. Вот абсурд, да? Любовь, любовь обещают Борису. И он, Борис, отдает яблоко богине, богине любви. Это великий навек нам всему человечеству. Любовь первична. Любовь первична в воспитании. Любовь первична в школе. Любовь первична в обучении. Любовь и радость, улыбка. В моей школе, да, ну, идем дальше. Яблоко. Яблоко – делимость. Бесконечность делимости, да? Сколько частей, сколько? Миллионов лет надо делить яблоко, чтобы оно исчезло. Вот начинается бесконечность делимости, да? Яблоко, шар, круг, элипс и так далее. Геометрические фигуры. Начинается урок геометрии. И так далее. Дальше. Яблоко. Матросский танец. Русский матросский танец с яблочком. Так танцевали матросы в 20 веке в России. Эх, яблочка, откуда ты катишься, да? А как танцевали матросы, скажем, в Англии за 300 лет на этого яблочке? Вот так. Вот так мы узнаем, как люди чувствовали 300 лет назад. В отличие, вот один и тот же танец матросский. Да? Как? Как? Чем отличаются матросы 21 века, 20 века от матросов 17-го? Через музыку, оказывается, это можно узнать. Начинается урок музыки. Что такое музыка прошлого? Что такое музыка баронка? И так далее, и так далее. То есть, что такое моя школа? Это школа, ну, конечно, география. Мне любой человек скажет, что по географии надо изучать, когда речь идет о яблоке. Да? Город Большого Яблока. Нью-Йорк. Алматы. Яблочный. Да? Почему яблочный? Почему Великий Шелковый Путь? Почему в Нью-Йорк город Большого Яблока? Слышите, что такое творится? Что я формирую в своей школе? Нобелевское мышление. Ассоциативное. Непрерывное. Цепочное. Связанное понятие. Связанное друг с другом. Зачем изучать Данию? Совсем незачем. Да, есть зачем. Там жил Андерсон. Ханс Кристиан. А почему он жил именно в Дании? Что там в Дании такого особого, что величайшие сказки мира пришли из Дании? Теперь интересно. То есть, в школе не должно быть отдельного предмета клипового сознания, формирующего маленькую часть мозга, оторванного от всего остального. В результате мы получаем детей Глеба Голубина. Детей, вот этого фараона. И ничего другого после этой школы мы не получим. Одна школа будет лучше, потому что там больше зарплаты у учителей. И бассейн есть. Другая хуже, потому что там душевых не хватает. И учителя пошли когда-то в педагогический институт, потому что они уверены были, что они не поступят в другие университеты и вузы. То есть по остаточному принципу. Страна сама себя характеристика делает. Потому что педагогический воздуш должен быть приоритетным. Стипендии должны быть высочайшими. А экзаменом должно предшествовать собеседование. Когда крупнейшие педагоги беседуют с молодым человеком или девушкой и выясняют в результате беседы. Это врожденный педагог. У меня нет педагогического диплома. Слава Богу. Потому что если бы, может быть, я учился в педагогическом вузе, то меня бы вот так вот сжали, посадили и говорили шаг вправо, шаг влево. Побег, прыжок на месте, провокация. И на этом бы все кончилось. Но, к счастью, нет. Понимаете? И вот в результате выстроилась другая система. Система, при которой ребенок обретает Нобелевское мышление. Почему еще? Потому что в моей школе, если учитель проговорил 10 минут и не засмеялся, и в зал класс не засмеялся, нужно прервать урок и побежать во двор бегать и гулять. Почему? Потому что ни один ребенок больше 10 минут подряд монотонной информации не выдержит. Выключается восприятие ребенка. Вы сами во взрослом времени испытали на себе ужас, не будучи ребенком. Вы пошли на интересную лекцию. Вам казалось, что тема будет очень интересная. Вы сели на первый ряд напротив лектора. Лектор начал говорить. И вы чувствуете, что вы немножко погорячились. Что вы сели на первый ряд напротив этого лектора. Он говорит, что уже 10 минут не так интересно, не захватывающе, не владея всем набором актерской речи, информации, парадоксов, поворотов, отстранений. Вы сидите, поскольку вы здесь сидите, положение обязывает. Вы смотрите прямо в глаза и в рот лектору. А лектор, как к несчастью, работает на вас. Он понял, что вы самый главный слушатель. И он вам это все говорит. И вы теперь вынуждены играть роль человека, которому каждая секунда интересно. Вы должны поедать глазами лектора. Если бы только лектор через 10 минут знал, о чем вы сейчас думаете. Он бы бросил лекцию и навсегда бросил почитать лекции. Вы думаете, а почему? Мой муж вчера пришел в 2 часа ночи и сказал, что он был на совещании. А какое совещание в 2 часа ночи? Я же позвонила в пол первого на работу, там никто не ответил. Но почему-то, я помню, позавчера он отказался ужинать. Где он ужинал? Он сказал, что он не хочет, и быстренько ушел в комнату, лег на диван, сказал, что он должен быстренько поспать. Что это? Вы начинаете думать, а лектор вам старается, читает, прямо в глаза, в рот вкладывает скучную информацию, которая оказалась куда менее жизненно важной, чем то, что у вас происходит в личной жизни. Вот такая вот штука. Поэтому в моей школе, учитывая особенности восприятия любого человека планеты Земля, особенно ребенка, учитель должен каждые 8-10 минут жутить. Если не удалось пошутить в рассказе о своем предмете, доставайте картотеку, у вас должно быть 10 тысяч веселых историй. Прерывайте сами себя и говорите, ребят, забыл, вчера услышал такую историю, сейчас вам расскажу. Дети всех охочут, зал взрывается, после этого продолжаете. Произошла перезагрузка мозга. Дети к вам хорошо относятся, дети поняли, что вы очень веселый и хороший человек. Веселых учителей любят все, мрачных не любит никто. И когда мы сегодня говорим, что кому-то в детстве, в школе, не нравилась геометрия или история, то не нравился учитель геометрии или учитель истории, а не история. Не может не нравиться история, не может не нравиться ни один предмет, если учитель яркий, талантливый, креативный, артистичный. В моей школе каждый учитель проходит вам сценическую речь, тайные воздействия речевого, тайные интонации. Вот любой наставник, любой, даже если у него три человека, чтобы космические корабли в результате не порастили большой театр, необходимо владеть речью. Необходимо даже чуть ли не проконсультироваться со специалистами, с режиссерами и, может быть, даже получить несколько уроков. В моих школах учителя получают большие уроки, и мы с ними работаем на тему «Как донести информацию?». Есть несколько вариантов донести информацию. Первая так, что никому не хочется слушать. Вторая так, что слушают только половину, а потом устают. Третья так, что эта информация звучит как сказка, как басня, как улыбка. А информация — это Е равняется МЦ квадрат. Или А квадрат плюс Б квадрат. Не важно, потому что информация должна быть подна как актерство, как интерес, как красота. Я оставляю 7 минут на вопросы, если они возникнут. Ничего, конечно, не успел за такое короткое время, но... Так, вопросы? Можно? Можно. А своих наставников? Ну, мне повезло. Я родился в городе Ленинграде, и меня родители увезли, то есть, с этой точки зрения, как бы не повезло, из Ленинграда — Питебск. Казалось бы, все, конец ребенку, конец его карьеры. Питер — город с такими школами, с такой музыкой, с 11-леткой, с консерваторией, с традициями, а Витебск — это уже послемоенный провинциальный город. А оказалось, нет. Потому что Витебск — первая железная дорога, Витебский вокзал в Петербурге, второй вокзал в Витебске, вокзал в Витебске. И в Витебске хлынула питерская интеллигенция в XIX веке. Потому что... Ну, там был климат другой. В Питере все время дождь и комары. Летом комары, а все остальное время года дождь и ветры со всех сторон. А Витебск — континентальный город, как Смоленск, с полезным, здоровым климатом. И много питерской интеллигенции садились в поезда и покупали квартиры, строили дома, дворцы и все прочее в Витебске. Так в Витебске сложилась невероятная обстановка. Там были... Ну, вице-губернатором был Иван Иванович Лажечников, который Герцин назвал «Совесть России», Шагал, Малевич, Добужинский, даже Лагин, автор Старика Катавыч, тоже оттуда. Лазарь Низбург, Лагин. Он жил в трех домах от меня. Почему у него Старик Катавыч летает, как все на картинах Шагала? А потому что Витебск — это такой город, куда бы не вышли отовсюду обрывы к рекам вниз. И можно два варианта. Или ползти по склону, или пролететь. Вот отсюда мечта всех витебских мальчишек — летать. Отсюда Шагаловские влюбленные полетят над городом. Отсюда скрипачи на крыше. Все наверху. Понимаете, город весь вот такой. И вот там, в Витебске, сохранилась в моем детстве еще одна часть русской интеллигенции, которую я застал. Я так полюбил этих людей, всех окружавших меня, что когда было время уезжать из Витебска, я разочаровался в других местах, потому что я думал, что все как в Витебске. А кажется, нет. Не все как в Витебске. В Витебске в те времена была Народная консерватория, Академия художеств. Отсюда вызрела Витебская школа живописи, музыки и так далее. Великие дирижеры вышли оттуда. И вот я был окружен этими людьми. Вот они оказались моими наставниками. Сама атмосфера города. И когда я маленький шел со скрипочкой, об этом я говорил в «Линии жизни» сейчас недавно, да? Когда я маленький шел со скрипочкой, то меня подзывали старички и старушки в окошко выглядывавшие и рассказывали мне про своих учителей римско-угорского, Чайковского, Глазунова. Рассказывали про встречи с Леоним Николаевичем Толстым. Рассказывали про серебряный век русской поэзии. То есть речь их была феноменальна. Я думаю, что все так говорят на русском языке. Это были старички и старушки из бывших. Они знали Шагала. Потому что это были 50-е годы прошлого века. А старичкам и старушкам было всего по 70-80 лет. Поэтому они все из 19-го века, из римского-горского, из петербургской консерватории и так далее. И вот если я спешил домой, чтобы сделать уроки, я обходил все эти места, где меня могли в окошко позвать эти старички и старушки. Потому что у меня не было времени на уроки, на скрипку и так далее. Но я в детстве коснулся вот этого чуда русской интеллигенции. Они окружали меня. Они разговаривали на своем чудесном русском языке, том, которого почти нет. Вот в Питере есть Кришатев архитектор, который говорит на этом языке. В Киеве есть родственник первого, автор первой, помещика друга Пушкина, первой книги о Монцарте на французском языке. То есть вот эти люди, я с ними переписываюсь, общаюсь, вот у них тот русский язык. Их осталось, дай бог, одна десятая, одна сотая процента. Они сохранили речь великого языка. Фонетику, просотию, структуру, построение фразы. Они говорят на другом языке. Я у них учился. У них их речь из детства. Это было невероятно. Так что, в общем, педагогами моими были, конечно же, жители этого города. Ну, конечно, я встречался с самыми замечательными людьми, в том числе и... Ну, ладно, не буду публично об этом говорить. Я не хочу быть одной из сирот великого русского поэта 20 века, потому что стало модно после смерти все гения были, что вот мы встречались с Высоцким, мы встречались с Ахматовой, я дружил с Пастернаком. Вот я и решил этого никогда не делать. Поэтому уже предлагают завлекаловка. Да, церемония будет транслироваться в ваш день в зал. Макарин, макарин. Атмосфера, короче говоря, атмосфера. Это была та атмосфера, в которой я формировался и мне повезло. Поэтому я сказал, переезд из Петербурга в Питерс со мной страны до Великой горе, да, из такого города переехать в Питерс послевоенный, который разрушен еще там уже, да? Я же ходил среди развалин в 53-м, в 54-м, в 55-м году. А с другой стороны я попал в атмосферу уникальную. Так, Да. Чем закончился? Эксперимент в Швеции закончился очень здорово. В 17 раз полицейские сроки показали уменьшение падения преступности в этом регионе детской, юношеской. Огромное количество стихов, картин, мыслей. Впервые шведские дети у меня научились читать стихи вслух на память. Этого никогда не было в культуре. Весь 20-й век не было. Они были потрясены. А я еще диверсант. Я их заставил в переводе на шведский читать стихи Бастернака. Они у меня все в Швеции в 100 тысяч читали стихотворение Бастернака из доктора Живаго Гамлет. Бул, затих, я вышел на подмостки. По-шведски. В шведском переводе я показывал, сколько там героев, сколько там образов. Там и Христос, да? Там и Шекспир, в этом стихотворении пять полифонических образов. Окончается все появлением пятого героя, Пастернака. Сам Пастернака один. Так и Христос. Так и Гамлет. И все просят отца, Христос просят отца отменить уволить, да? Помните, на этот раз меня уволят? Отменить на 5-е. А Гамлет просит все с мира отменить убийство. На этот раз меня уволят. А когда уволят, появляется Пастернак, то уже уволят до слова 20-го века. Вот я детям Швеции, тысячам детей сделал то, о чем мечтал бы только сделать в России. Раскрыл тайну только одного стиха и на его примере что такое настоящая поэзия. Понимаете, что это значит? Сто тысяч шведских детей ставят на память стих Гамлет и понимают на примере русского поэта 20-го века что такое настоящая поэзия. Еще вопросы? Да, можно, Михаил Семенович? Во-первых, Михаил Семенович, я хочу сказать вам большое спасибо. Я врач, хирург, работаю в детском ортопедическом институте в царское село Санкт-Петербург и то, что вы говорили о наставничестве это у нас очень поощряется. Наши дети перед операцией ходят в пермитаж, в русский музей, в Мариинский театр. Замечательно. Они, я вам хочу сделать подарок, если можно. Дети, которым с помощью микрохирургической техники, у которых от актили, а нет пальцев кисти, им пересаживают пальцы с ноги один, два, три, а потом приезжает представитель Михаил Борисович Петровского, они учатся рисовать. А потом императорский фарфоровый завод это все транслирует в тарелки. И эту тарелку от всех, от нас, чтобы у вас было это наоборот, передать вам. Приходите, мне будут вручать в октябре царско-сельскую премию. Я в попечительском совете в царско-сельскую царско-сельскую позвольте передать это вам. Спасибо. Я люблю. Так что, наставничество у нас очень развито. Ребенку, которому транспланировали четыре пальца. Михаил Зеленович. Потрясающе. Потрясающе. Ой-ой-ой, какое чудо. Браво. Этой рукой транспланировали пальцами. Потрясающе. Да? Встретимся в царском селе. Спасибо. 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 Спасибо огромное. Вопросы. Я вижу, что было очень много вопросов. Ну, давайте. Связочка. Связочка. Воспитание и образование. Ага. Вот часто мне говорят одну вещь. Моцарт и Сальери. Мы говорим, что музыка делает людей лучше, а пушкинский Сальери, пушкинский, убивает пушкинского Моцарта. Ничего себе лучше. Сделала музыка Сальери лучше. А я им говорю, что Пушкин ведь это все предусмотрел и ответил на ваш вопрос. Моцарт музыкально воспитан. Сальери музыкально образован. Проверка тогда, когда Сальери приводит нищего слепого скрипача. Скрипач играет фальшиво. И Сальери это злит. Он говорит, мне не смешно, когда фигляр негодный, да? А Моцарт радуется. Почему Моцарт радуется? Потому что в этом нищем слепом есть его Моцарта музыка. А Сальери негодует, потому что нищий играет неправильно. не по законам интонации. Вот Пушкинский подлинный конфликт. Не в том, что один зависит и убивает другого. Вот эта вот система очень опасная. Формирование профессионального кретина, в том числе и в области искусства, который любит искусство и ненавидит тех, для кого оно. Понимаете, что это значит? Это значит, что вы слушаете какую-нибудь поп-певицу и видите, что она исповедуется всем в любви или поп-певец. А потом выясняется, что он ногой пинает женщину, она устраивает мат в гостинице, потому что цветы не те и так далее. И если вы с этим встречаетесь, то когда вы потом их слушаете, вы не понимаете, что это тот же самый, неужели он или она так любит, или они любят вас за деньги, как в борделях во всех, за деньги. А если без денег, то мат перемат или ногой в живот. Откуда это? Вот это и есть идея о том, что музыкальное воспитание важнее музыкального образования. И когда вы образовываете музыканта, надо не забывать, что за каждым звуком стоит дух, за каждой фразой стоит красота, гармония и любовь. Искусство это любовь, энергия, любви в чистом виде. Если передать технологию искусства, не передав любви, то получается монстр. Вы знаете, что у меня много врагов в среде профессиональных музыкантов. Они всем рассказывают как можно быстрее, что я гад, что я неправильный, что меня нельзя слушать. Сколько причин у этого я не буду перечислять? Это ерунда. Потому что все, что я сделал уже во всем мире, уже доказывает, что я не совсем гад и не совсем дурак. музыка. Я бы перестроил консерваторическое воспитание. Помните, когда Жванецкий сказал очень глубоко, что, видимо, беда в консерватории. Из-за страны, в стране все беды, от того, что проблема в консерватории. Это очень глубоко сказано, очень глубокий человек. Он часто говорит вещи, которые широкая общественность до конца не понимает. Понимает поверхностное в греческом зале и часто не понимает, что проблема страны в консерватории это то, о чем я сегодня целых полтора часа говорю. Понимаете? Казалось, какое отношение этот бакс Мотор с Чайковским имеет к производству бензина или металла, к строительству домов? А имеют и очень большое. Я ведь не случайно начал с города Юнчопинга, в котором 94 тысячи населения и 30 музеев и 3 зала. Вот это с этого начинается, на самом деле. Они этим кончаются. Еще вопросы? Ой, так. Спасибо вам большое. Прямо это все сердце. Очень была интересная лекция. И за лекцию, за деятельность большое спасибо. Скажите, планируется ли открытие школы в Москве вот в вашем имени с вашим парламентом? Много лет я планирую открытие школы в Москве, но пока все эти годы после дыни там. Я открыл в России, открыто в Челябинске, открыто в Тюмени, а все остальные школы за пределами моей страны и нашей Родины. Это начиная от Риги и кончая Нью-Йорка. Что нужно сделать, чтобы она открыла школу? Что нужно сделать? В России специфическая страна. В ней ничего серьезного нельзя сделать без участия государства и государственного управления. Это единственная страна мира, где нельзя проявить собственную именитативу и построить школу, потому что для этого нужны центровые деньги. А когда вы построите школу, то сверху чиновники ее раздавят, как пытались давить челябинскую школу. Да. Михаил Семенович, жаль, что у нас нет дискуссионной площадки. Конечно, спасибо большое за многие мысли интересные, которые вы так щедро нам дарили, темы, которые вы обозначили. Но многие ваши высказывания с точки зрения, конечно, не бесспорны, очень хотелось бы с вами подискутировать, но времени нет. И я не могу все-таки как человек искренний и очень заинтересованный в том, чтобы и в образовании у нас все было хорошо, и чтобы образование наше было единением обучения и воспитания, и чтобы в педагогические вузы шли лучшие дети, мотивированные коллегицы и так далее, и так далее. Но так трудно согласиться с вами в вашей такой убежденной позиции, что все в России в 20 веке было плохо. Вы так или иначе мазками, мазками... Дайте, 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 я скажу. Это же мое время, простите. Это мое время, простите, пожалуйста. Пожалуйста, я лихачу. Я сказал, что в России все было плохо, нет? Где вы это услышали? Когда началась ложь, я вырываю микрофон. Можно я процитирую Дмитрия Сергеевича Лихачева. Это знаковая для всех для нас фигура. И это тоже, наверное, вопрос о случайности как проявлении закономерности и об осознанчивом мышлении. Я шла сейчас сюда, и здорово, что здесь эти книги нам предлагают. О Пушкине, Дмитрий Сергеевич, два чувства, дельно близки нам. В них обретает сердце пищу. Любовь к родному бибелищу, любовь к отеческим гробам, животворящая святыня. Земля была без них мертва. И сам Лихачев, извините, это Лихачев, память о слове совести и нравственности, память о слове культуры, накопление культуры, память одна из основ поэзии, эстетического понимания культурных ценностей. Хранить память, беречь память, это наш здравственный долг перед самими собой и перед потомками. Память простите, пожалуйста, вы кто? Кто вы по профессии скажите? Митаку. Вот видите, вот она шла. Вот, вот и конец нам всем. Более того, не только агрессивность, но еще и передергивание где-нибудь нелюбовь к моей стране, у вас у меня прозвучало, где-нибудь я рассказал, что в России все было плохо, ведь в таких демократических странах этого человека берут под арест и ведут закливету, потому что есть видеозапись, в которой я не искал ни одного негатива, а дал всем позитив для развития будущего. Откуда вы взяли Лихачева и любовь к отеческим гробам? У меня все похоронены, мой отец воевал на всех фронтах и похоронен дома, здесь. И что, я не люблю отеческие гробы? Откуда вы это взяли? 37-й год прошлого века? Вот такие, как вы сдавали людей в гулаги, а вы учительница. Вы сейчас читали стихи Пушкина, которые любой образованный человек знает с детства. И я знаю, знаете, с детства. И вы знаете, значит, вы не хуже знаете, чем ваши ученики. Так, время, время. Жаль, но что делать, вот так, все. Все. Нет, 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 играть не буду, не могу. Есть масса фильмов, масса передач, где я играю, 60 фильмов, снятых великим Шатханом, мои книги. Да, да. Ваше отношение к оценке учеников вашей школы? Оценка учеников не выражается в цифровой системе. Оценка учеников выражается только в создании новых конструкций, продолжения идей. Скажем, яблоко, еще яблоко, еще, еще. Кстати, признак делимости это ученик. Бесконечность делимости. То есть, ученики должны учиться мыслить. Задание может быть такое, прийти домой и найти признаки бесконечности или вечности в квартире. Представляете? Отсюда начинается дальше урок. То есть, ребенок не должен ничего зазубривать, заучивать, он должен мыслить парадигмов мышления, ассоциативного мышления. Это, конечно, далекое будущее. Поэтому я не предлагаю ломать школу, я предлагаю вести так называемый метапредмет. То, о чем я говорю, это метапредмет. Ничего большего. Когда учителя обучительские обсуждают не то, кто с кем общается, тесно, а выстраивает метапредмет. Это очень важно для учителей. Так, да, да. Да, да. Да, да. Михаил Семенович, уже время. Я хотела бы не вопрос задать, а мне вот хочется все-таки на такой ноте позитивной закончить, чтобы вы не волновались. Педагогика сейчас разная. И я московский педагог с большим стажем. Я вам скажу, и в Москве очень разные педагоги. Есть действительно государственные нерефлексивные учителя, и мы видим это. Но сейчас, например, нарастает огромное количество частных школ, семейных клубов, семейных авторских школ. Поэтому я просто хочу вам сказать огромное спасибо от всего вот этого большого коллектива. И мы обязательно выйдем на вас. И сейчас много частных школ каждый год открывается. И я думаю, что вот в этом подходе какая-то очень мощная сердцевина именно для 21 века. Это очень важно. Огромное спасибо. Спасибо. Во-во-во. Спасибо, друзья. Спасибо. Я думаю, что вы все-таки что-то записали, что-то запомнили, что-то вынесете. Я прилетел к вам специально вот на эти полтора часа. Переживаю, что нет хотя бы полного небольшого зала. Я прилетел на самолете и сейчас улечу на самолете и сменю опять часовые пояса туда и сюда. В мои годы это все-таки немножечко неполезно. Но это все искупает тем, что я знаю, что кто-то выйдет от сюда немножко другим. Кто-то агрессивным, а кто-то прогрессивным и светлый. Потому что говоря о свете, к сожалению, постоянно сталкиваешься с сатанизмом и ничего с этим не сделаешь. Там, где свет, там тут же включается тьма. И с этим сделать ничего нельзя. Раз Бог создал дьявола, следовательно, будет и то, и другое. Свет от тени. Все? Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!